всем привет ребята в этом видео поговорим с вами о складах и о заводах где лучше работать какие плюсы на заводах какие плюсы на складах ну и естественно их же минусы я сам работал и на заводе и на складе на складе конечно же я проработал больше ну длительное время 10 месяцев порядка даже больше где-то 11 почему так на складе больше получилось проработал ну потому что как бы у меня была должность посада да как бы легче ну мои обязанности входило более ли работа которая 0 легче было всем привет ребята в этом видео поговорим с вами о заводах ну и конечно же о складах где лучше работать какие плюсы на складах и какие плюсы на заводах и также об их минусах я сам проработал как и на заводе так и на складе на складе конечно же проработал длительное время порядка 11 месяцев мне удалось так долго продержаться потому что у меня было как бы не особо тяжелая работа на складе сначала я пиковал работал ну в праге на рохлике это продуктовый склад онлайн магазин с продуктами куда вы можете ну заходите на сайте заказываете делаете объединавки и эти продукты которые в этом заказываете получается такие люди как которые там работают на складе например пикеры берут эти все заказы собирают ну ставят на пас там потом идет и другим людям которые это все упаковывают ну 5 10 короче вы поняли склад куча продуктов на котором и задание людей которые там работают что-нибудь складывать сортировать собирать выгружать отправлять на другое место снимать с бафов и ставить на баф это типа получается пополнение когда заканчивается например на позиции то берут и снимает из запасов да там по лету скажем ретрак снимет и конечно же поставит тот продукт который закончился на на позицию чтобы пикеры имели короче товар смотрите если же даже брать в расчет фабрики да работал я на фабрике работа заключалась в том что ты стоишь целый день возле печи 12 часов ну конечно же час обеда потому 11 часов работаешь получается стоишь на платформе возле печи сразу вот и есть такое короче ремено там получается четыре такие ноги получается и на каждой ноге формы формы с мотоциклетные там мотоциклетные баки потом найти на генераторы вот на эти все формы получается разбирали да например пауэрбанк мы полностью вот делили на две части вот смащивали там вичка там закручивали новые инзерты пятое-десятое и конечно же переворачивали это все ремено вот форма да вот это вот нога как бы палка и вот так переворачивали засыпали туда порошок потом ставили эту вот крышку инзерты все закручивали собирали так полностью одно ремено вот и отправляли в печь пока одно там готовилось до прожариваю прожаривалась в этой печи выходила которая уже охладилась там получалось и шла печь потом посередине шла такое что поливает водой эти все формы ну и потом заходила как бы там где она полностью остывает эти все кондиционеры дуют охлаждают это все и мы короче уже разбирали готовый продукт вот так же если брать завод то на заводе у вас как получается если рассматривать даже те же самые заводы которые в венгрии тот же самый ясвенсор где samsung samsung я это завод samsung где его ставят на паз нам позицию вот линия и вы на этой линии делаете какие-то нибудь там не знаю к этому телевизору и нибудь детали там скажем я не знаю какие-то транзисторы паяете или какой-нибудь там дисплей склеиваете там скручиваете какие-то платы микросхемы и получается получается так что вы стоите до целый день на одном рабочем месте и делаете одну и ту же самую работу там скажем холодильники какие-то я не знаю там горение фирма так называется ну или скажем то же самое lg да например эти там медные трубки которые там согнутые под разным углом есть трубки ровные у вас трубки ровные как заготовка и вы берете эту ровную трубку у вас есть формочка скажем так вот формочка какая-то вы берете эту трубочку как-то выгибаете механически и целый день стоите да и делаете одну и ту же самую работу звонок вы собираетесь идете на паузу кушать звонок выброс вы встаете из-за стола но идете работать вот такая вот схема работы на том же заводе почему мне кажется не мне кажется а почему я считаю что завод намного хуже чем склад потому что на заводе вы как бы можно так сказать обречены делать одно и то же самое каждый день вот там можно так сказать нет никакого карьерного роста не то что на складе на складе вас постоянно могут поменять поставить на какие-нибудь другие позиции например если вы туда залетаете на тот склада идете работать то сначала конечно же вас поставит пиковать там например собирать какие-то продукты будете ходить там штачкой да штачка это как телефон как телефон только побольше она против ударная вот и вам на этой штачки выпадает заказы там например молоко две пачки молока у вас показывается например 21 сектор сухой сектор вот вы идете на 21 вы пикуете на двадцать первом секторе потому что вас приглашают какому-нибудь сектору есть разные сектора и на каждом секторе там например на двадцать первом 10 людей на восьмом секторе там 60 людей и каждого отдельного человека через баланс отправляют и приглашают до какому-то сектору вот и ты на этом секторе работать тебя выпадает заказ два молока высвечивается 21 сектор буква б позиция 611 ты находишь букву б находишь 611 идешь берешь эти два молока пропикаешь есть их через получается бар-код тут они это ну короче бар-код qr-код получается пропикиваешь пропикаешь свою коробку ставишь это в коробку ставишь на пас все она отправляется и так ты делаешь целый день да тоже ужасно тоже монотонно ты должен набегаться да но проходит время до приходят новые люди а ты как уже все знаешь тебя уже там ставят на какое-нибудь другое задание там не знаю коробки собирать там не знаю коробки возить коробки собирать коробки складывать могут тебя перевести на приемку приемка это короче когда ты товар распоряжаешься товаром когда ты его ставишь с позиции с одной позиции на другую позицию или когда ты просто добавляешь позиции с бафа на ой когда ты с бафа ставишь на позиции если на позиции нету так же ты принимаешь товар ты набиваешь количество товара которое пришло сегодня утром например скажем 2000 не знаю чего йогурта 2000 йогурта пришло пробиваешь дату пробиваешь количество когда что вбиваешь данных в базу данных вот это твоя работа там уже например на этой приемке уже нету нормы когда ты бегаешь да туда сюда суетишься чем побольше чем бы побольше собрать товаров чтобы высветиться в белой или там желтой хотя бы чтобы тебя не снимали часы да 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 потому что у тебя есть какая-то определенная норма сколько ты должен собрать этих же самых продуктов ну товаров вот на приемке конечно же такого нету ты просто работаешь работаешь себе там на по часовке плюс до склад одеваешь капюшон берешь себе наушник ставишь ухо и включаешь себя в дело книгу или какую-нибудь музыку или там если учишь какой-нибудь иностранный язык или тот же самый чешский венгерский я не знаю какой-нибудь то понятно не на полную громкость себе включаешь так бы так чтобы оставаться в эфире да что типа происходит в этом мире как вот ставил себе наушник включил себе работаешь делаешь свою работку учишься обучаешься слушаешь музыку кайфуешь зарабатываешь работаешь зарабатывать деньги чем плохо ничем все хорошо но на заводе конечно же такой опции нету на заводе там потеплее там ты не будешь капюшоне тебя буду странно смотреть на заводе конечно же это все на более строго там все проверяют переверяют ну тем более монотонно ты делаешь одно и то же одно и то же одно и то же куча времени и это все и да ты делаешь одно и то же у тебя очень большой поток мыслей до мыслей и ты просто сам себя загоняешь как бы ты думаешь боже почему я тут то почему то так почему все так тебе это все не нравится 5 10 на складе там тебе то дадут то дадут то что-то новое то заболеть то перебрать то упаковывать то сортировка пятое десятое время так проходит намного быстрее и намного интереснее также мне давали кары мне давали двояки возики для меня это было поначалу вообще шок я делал свою работу обыкновенную которую ну который все как бы ну как бы все запомнил все знаю и мне дают новую работу мне дают возик полича который возит 2 полет 2 евро полет плюс это склад там бегают пикеры и там разворачиваться как бы ну поначалу трудно но я прошел шкаление меня обучили и потому я должен был но ездить возить да ну и это мне тоже было интересно так что ребята это намного круче работать на складе чем чем на заводе это мое личное мнение может кому-то нравится больше на заводе но мне больше нравится на складе потому что чувствуешь себя более свободно тебя есть возможность как бы немного расти да ну не так чтобы аж совсем как бы куда-то вырасти так как для какого-то гениального генерального генерального директора ну просто растешь там тебя меняется работа пятое-десятое общаешься с людьми на заводе тупо стоишь работаешь завод это вообще ну это жестко короче ребята кто посмотрел это видео до этого момента спасибо вам за просмотр поставьте палец вверх если вам не тяжело подпишитесь на этот канал всем спасибо за просмотр до скорой встречи